Всем привет, это Стас и 44 эпизод летсплея в Kerbal Space Program, в котором все вернется к обычному линейному течению времени. Сейчас можно наблюдать, как кербалы выполняют совершенно рутинную операцию, забирая четверых кербонавтов с орбитальной станции. Но у меня был повод это показать. Все-таки мне показалось, что играть с Deadly Reentry, который должен делать атмосферу хоть немного опасной для скоростных полетов в ней, на нормальных настройках, с которыми нужно еще постараться, чтобы что-то сгорело, не очень интересный. Поэтому я переключил его на высокую сложность. И больше всего, конечно, беспокоил вопрос, как это повлияет на возвращение самолетов с орбиты. Поэтому я записал этот полет. Конечно, теперь нельзя входить в атмосферу круто. Нужно выбирать как можно более пологую траекторию. Это нужно для того, чтобы высота уменьшалась как можно медленнее и аппарат успевал побольше потерять скорости из-за трения воздуха, прежде чем попасть в еще более плотные свои атмосферы. Если же опускаться слишком быстро, то трение оказывается таким, что части аппарата начинают просто сгорать. И сейчас я слежу за температурой разных частей самолета. Прежде всего, на самом деле, стоило бы волноваться за аэродинамические тормоза. Температура, при которой они начинают гореть, это 1500 градусов. Но я подозреваю, что это может касаться и кабины. Например, поэтому проверяю и ее, ведь она находится спереди и должна как бы принимать на себя основной удар. Похоже, что даже на высокой скорости удается нормально вернуть небольшой легкий самолет, если действовать аккуратно. Так что теперь сложность будет высокой, а объяснять это как-то с точки зрения релеплейности я не могу. В общем, если к 30000 метров высоты скорость оказывается меньше 1600 метров в секунду, можно считать, что самолет в безопасности. Дальше, уже в районе 20000, скорость легко падает до 1200 метров в секунду, в районе которой эти самолеты обычно и летают. С чем действительно теперь будет сложно, это с полетами чего-то тяжелого. Ведь, как вы понимаете, чем больше масса, тем больше кинетическая энергия, от нее зависит то, насколько быстро самолет будет терять скорость во время трения об атмосферу. Так что стоит подумать о том, чтобы сливать лишнее топливо и все-таки выбирать как можно более пологую траекторию. А еще использовать торможение об атмосферу поаккуратнее, ведь теперь можно изжечь что-нибудь полезное. В общем, вот с такой атмосферой я ожидал столкнуться в первых эпизодах. Поэтому я был таким осторожным, но постепенно расслабился. И теперь стоит опять поднапрячься и быть внимательнее. А дальше следует самая обычная посадка, хоть и ночью, так что ее пропустим. Тем временем ровер на Мюне, который в шутку хочется назвать Мюноходом, добрался до кратера неподалеку от северного полярного круга Мюны. И экипаж уже делает первые фотографии местности и передает свои ощущения. Здесь солнце не забирается высоко, поэтому дно кратера практически не нагревается его лучами. Поэтому тут можно найти немного водяного льда. Турбалом постоянно мерещатся всякие темные фигуры, но, понятное дело, они понимают, что никому здесь не придет в голову за ними следить, да и вообще обитать на Мюне. Здесь либо холодно, либо жарко, и в частности в этом кратере очень холодно. Здесь также есть сильное магнитное поле, так что есть вероятность, что где-то здесь есть остатки железного метеорита, который упал недалеко. Все эксперименты показывают наличие воды. Также обязательным является выход на поверхность и ручной сбор образцов. Конечно же, это должен делать ученый. Кроме сбора образца и описания своего опыта, он собирает данные экспериментов из приборов и все такое. На самом деле, конечно, никакой космонавт не выжил бы так долго на Мюне, как это удается кербонавтам. Возможно, они вовсе не восприимчивы к радиации и в этом все дело, но провести несколько сотен дней на нашей Луне, например, было бы нереально сложно, не зарывшись куда-нибудь глубоко в грунт. Из-за радиации, конечно. Будем считать, что кербовы до определенного предела вообще не подвержены действию радиации и поэтому возможно отправлять их куда угодно. И, конечно, это круто, когда живые существа отправляются на далекие небесные тела, но, если честно, поговаривают, что роботы исследуют их гораздо лучше. И да, образец грунта здесь содержит лед. Какая неожиданность. Дальше я вынужден сообщить, что ровер больше никуда не едет, потому что местность дальше на север недоступна для исследования с помощью колесных транспортных средств. Она слишком уж неровная. Так что кербовы останутся здесь, дожидаться пока их заберут. Они провели здесь много времени и прошли значительное расстояние с широт экватора и до 55 градусов северной широты, пройдя больше половины пути до северного полюса, объезжая кратеры и посещая разные интересные места. Конечно, никакого научного объяснения, почему на полюсах Мюны такая неровная местность нету. И на самом деле все дело в методе, с помощью которого она была создана. Дело в том, что ее поверхность сгенерирована специальным алгоритмом, а потом натянута на шарик. В итоге на полюсах ее пришлось сжать, и поэтому получилась кручок разных гор и впадин с очень крутыми склонами. Также кербовы передали скудные результаты своих исследований с инфракрасного телескопа и лаборатории на орбите Кербина. Настолько скудные, что в следующем, шестом году от сотворения космического центра, появилось желание переместить их на орбиту другого небесного тела, например Мюны, где они, наверное, будут получать больше интересных результатов. Ведь количество науки сильно зависит от того, где именно они находятся. Конечно, есть большое желание отправить телескоп на край Солнечной системы, откуда с помощью гравитационного поля местного Солнца он сможет исследовать удаленные галактики и передавать большое количество новых данных. Но пока нет суден компьютеров, в этом нет смысла. Отправлять туда тербовов не самая простая затея. Можно было бы когда-нибудь построить самостоятельную автономную станцию, которую не потребуется снабжать, и тогда можно было бы отправить кербалов так далеко, но мне сдается, что проще дождаться появления суперкомпьютеров. Ракетно-космический отдел все это время не стоит на месте, и кроме помощи и возведения базы на Кербине, они разработали и построили новый аппарат для перевозки большого количества кербалов на орбиту. Это Таурус, что значит, видимо, бык, и он представляет собой набор разных компонентов для космических кораблей диаметра 3,75 метра. Примечателен он тем, что его командная капсула позволяет разместить семерых кербонавтов. В первом запуске они собираются заменить экипаж на инфракрасном телескопе. Кроме нового аппарата, поставлен также эксперимент по встрече без перехода на панковочную орбиту, чтобы узнать, быстрее ли это. Поэтому запуск был осуществлен в определенное время, выбранное на глаз, подобно тому, как это делалось для стыковых с танкером на орбите Минмуса. В общем, кербалы пытаются это повторить, но теперь уже с Кербином. Конечно, выбор времени старта на глаз – это не очень точный метод. И сказать точно, каким должен быть угол между целью и местом старта, нельзя, ведь он зависит от высоты орбиты цели. Также это не обязательно самый эффективный по использованию топлива метод. Но, конечно, эксперимент интересен уже тем, что с помощью более точных вычислений в настоящей космической программе все делают обычно именно так, и поэтому стоит попробовать это повторить. Кстати, если кто-то играет в эту игру с обычной аэродинамикой и мехджебом, то там есть автопилот для старта с поверхности, который, в числе прочих, умеет запуск для перехвата цели на орбите. Так как у меня стоит мод для более продвинутой аэродинамики, который мешает мехджебу адекватно выполнить кревитационный маневр, не разваливая ракеты, я делаю это руками. Но, конечно, интересно будет подумать, как же все-таки выбрать момент для старта правильно. Но и это еще не все новшества. Кербалы испытывают специальные ускорители, но не для того, чтобы разгоняться, а для того, чтобы наоборот затормозить и убрать подальше последнюю ступень ракеты-носителя. Идея была еще и в том, чтобы затормозить ее настолько, чтобы она упала назад на Кербен. Но, конечно, так будет происходить не всегда, поэтому основное назначение – это максимально удалить ее от полезной нагрузки, чтобы не столкнуться ненароком. А в этой миссии последняя ступень и без того должна упасть на Кербен, так как корабль при отстыковке еще находится на суборбитальной траектории. Ну и как видно, эксперимент не очень сильно удался, так как космический корабль оказался аж в 50 километрах от цели, и теперь ему придется довольно-таки долго сближаться. Думаете, это еще все новые идеи, которые реализованы в этом корабле? Как бы не так. Для него еще и готовится новый носитель, который, правда, пока еще не может быть построен. Технологии не развиты. Последняя, надеюсь, его особенность – это солнечные панели, которые укреплены на выдвижных конструкциях. Ведь чем дальше панель от корпуса, тем меньше на нее падает тени. Кроме того, это уменьшает габариты корабля, ведь часть оборудования спрятана в этой канавке, которая появилась за счет того, что бар для гидрозина, используемого системой ориентации корабля, меньшего диаметра, чем основной корабль. В целом, аппарат получился довольно-таки коротким, наверное, за счет того, что он стал толще. Возможность возить семерых кербалов за раз будет весьма кстати. И хотя такую вместительность можно было получить и раньше, теперь все они расположены безопасно в одной прочной капсуле, а не в разных отсеках, некоторые из которых бывают не очень прочными, и разбиваются при посадке. Вы ведь помните, что было с первыми попытками возить семерых сразу, когда кербалы попытались возить туристов на эксклюксию? Тогда отсек для туристов просто разбился при посадке. Ну а пока идет стыковка, скажу, что за почти 6 лет работы агентства, оно, конечно, достигло немалого. Кроме того, что обе луны Кербина были исследованы, разработано много новых технологий, и теперь у кербалов есть аттилоускорители, ядерные реакторы, микроволновые передатчики и другие высокотехнологичные игрушки. Они еще и начали исследование других планет Солнечной системы, высадились на Моха, отправили автоматические станции ко всем планетам. Ну ладно, почти ко всем. Они еще не полетели на Дюну, хотя она и считается, наверное, самой простой для исследования. Остальные же аппараты или летят в данный момент, или уже давно достигли цели. И, конечно, есть планы на будущее. Например, постройка еще одного межпланетного исследовательского корабля, чтобы отправить сразу две миссии с кербалами на борту к далеким планетам. Постройка колонии на Минусе тоже интересна кербалам. Есть и немало контрактов, связанных с астероидами. После стыковки экипаж станции меняется с новым местами. Как известно, есть два комплекта кербалов, и вот второй сменился на первый. После чего корабль сворачивает все, и начинается третий эксперимент. Возвращение космического корабля с высокой сложностью дед для реэнтри. Конечно, теперь наличие огнеупорного щита становится обязательным. Еще больше интереса представляет теперь проблема торможения в атмосферу при пролете кораблей, ведь их скорость намного выше обычного. И, видимо, придется пересмотреть минимально допустимую глубину входа в атмосферу для таких случаев, или применять новые конструкторские решения, чтобы они не теряли внешнее оборудование. Растыковка, кстати, не самое безопасное событие. Ведь отстыкованный сервисный модуль оказался перед капсулой, и могло произойти столкновение. Стоит подумать, как сделать так, чтобы они оказывались на как можно большем расстоянии. Также была попытка заставить сервисный модуль вернуться целым на парашютах. Но, судя по тому, как он горит и взрывается в стороне, он будет неудачным. Ведь все парашюты на нем сгорели, а значит он вряд ли останется целым при падении. Теперь нужно наблюдать за состоянием обляционного покрытия, которое, испаряясь, уводит лишнее тепло от дна капсулы и позволяет ей не сгореть. Оно становится все тоньше. Раньше, на средней сложности, оно практически не было нужно, так что нужно было бы обходиться и без таких вот приспособлений. А теперь они стали необходимыми. Огнеупорная перегородка наполовину сгорела. В целом, вход в атмосферу действительно стал красочнее. С этими фейерверками. Мне нравится. Корабль летит, а рядом сгорают какие-то лишние части, взрываясь и разваливаясь на куски. Что может быть более эпичным. Конечно, это длится недолго, и потеряв скорость, корабль начинает остывать. И приходит время выпустить парашюты. Которые я, пожалуй, использую не совсем правильно, ведь у меня стоит Мод Реалшут, который позволяет ставить меньше парашютов, но большего размера. Я не могу не показать кабину Тауруса внутри. Это просто огромное количество дисплеев, огромное количество места и немало юмора. Вот нижняя половина. Кроме широкоформатных мониторов без сигнала, на которых, похоже, до входа в атмосферу транслировался футбольный матч Днепр-Наполи, тут можно найти ящики для блинов от штанги, шаров для боулинга, наковалин, цемента и даже для вашей мамы. Капсула незаметно оказалась в воде, кирбонавты отправляются домой. Миссия завершена, хоть и не совсем успешно. Теперь поподробнее об устройстве этого космического корабля. Начнем с носителя. Носитель вполне стандартный, такие уже применялись. Первая ступень состоит из двигателя Кербодайн КР-2Л. Это стоковый двигатель. Тяга у него 2500 кН, но ее недостаточно для того, чтобы всю эту ракету поднять со стартового стола, поэтому тут добавлены еще 4 твердотопливных ускорителя, на которых есть вот парашюты, которые нужны для того, чтобы помочь им живыми вернуться на поверхность и быть восстановленными. Но, по-моему, это не срабатывает. Если мы их снимем, то будет видно, что у нас отношение тяги к массе у первой ступени меньше единицы, а значит, что нужны были эти ускорители. Так, также уберем отстреливающие их компоненты. Также на первой ступени обычно устанавливается оперение, которое позволяет перевинуть центр давления вниз. Благодаря чему ракета стабильно летит. Тоже убираем, двигатель убираем. Здесь у нас два отопленных бока. Кербодайн S3, я не помню, откуда они. Являются ли они стоковыми или нет. Также на этих баках установлено множество парашютов, которые позволяют эту ступень спасти после приземления. Дальше. Это система расстыковки ступеней. Идет и стоит здесь точно такой же двигатель, но уже для второй ступени. Ну, или третий, если считать, вместе с ускорителями. На этой ступени также установлен такой вот кольцевой гироскопический стабилизатор, который позволяет дальше траекторию корректировать. То мы тоже снимем. Также здесь есть парашюты, которые позволяют эту ступень спасать таким же образом. И вот это вот экспериментальные ретро-грейд бустеры, как их называют. Ну, ускорители, которые оттаскивают ступень назад после расстыковки. Дальше идет обычный обтекатель трехметровый. Если его снимем, то вот становится видным уже сам корабль. Той, как заметили, уже коротенький, маленький. Снизу двигатели квадрудового вот эти вот. Ну, это четырехкамерный двигатель, который входит в мод Talrus HCV. То есть это все компоненты практически из одного мода. Также вот эти вот топливные баки из этого же мода. Здесь такие современно выглядящиеся ускорители системы RCS для орбитального маневрирования. Там и стыковки, которые укреплены примерно так, чтобы центр... Ну, он тут не совсем четко укреплен, конечно. Здесь по-другому нельзя. Так, чтобы центр масс был где-то посередине между ними, нужно стараться сделать это. Так, мы это убрали, убрали. Убрали также бак. Также была надежда на вот эти парашюты, что они смогут эту ступень вернуть в целости. Но она сгорела при возвращении. Так, дальше здесь идет RCS топливо для системы маневрирования. Также здесь на этом же баке вот укреплен автопилот. Вот убираем вот эти вот контейнеры с водой, едой и кислородом, которые позволяют некоторое время на орбите жить. Солнечные панели, которые укреплены на вот таких вот выдвижных пистонах, как они называются. Ну, поршни. Гидроматическая система из мода Infernal Robotics, которая позволяет их выдвинуть, и чтобы они не задевали за вот эту вот конструкцию на самом деле. Но, конечно, то, что они дальше находятся от корабля, уменьшает количество времени, которое они проводят в тени. И здесь также вот установлен маленький диполь для связи с поверхностью. Это убираем. Следующая часть это батарейка вместе с гироскопом для стабилизации. Это тоже из мода Taurus HCV, отдельная часть. Дальше идет вот такой вот стек-сепаратор называется. Это такой же обычный расстыковщик, который работает просто в обе стороны. Он отстыковывает капсулу, отталкивает ее и также отталкивает третью ступень. Вот не обязательно было именно его использовать. Дальше Heating Shield. Это, понятное дело, для защиты от тепла. Штука. И, собственно, сама капсула, на которой установлены парашюты и доппорт. И фонарик для того, чтобы при стыковке видеть, куда мы стыкуемся. Вот, собственно, и весь корабль. Но это не единственный эксперимент, который проводил ракетно-космический отдел. После того, как они услышали, что ровно-миней может посетить не любое место на поверхности, они решили попробовать решить эту проблему. Так появился этот аппарат, который называется примерно как мюнный попрыгун. Он включает в себя все научное оборудование, которое было придумано на этот момент, мобильную лабораторию и большой запас жизнеобеспечения для кербонавтов. А чтобы умнов перемещаться по поверхности мюны, он снабжен оборудованием для добычи карбонита. Но, чтобы не возить тяжелые средства для переработки карбонита в другое, более качественное топливо, они решили использовать двигатель, который работает непосредственно на карбоните. Конечно, карбонит плотный, удельный импульс двигателя невысок, и это не лучшее решение. Но и топлива нужно немного, только чтобы немножко подниматься и садиться в другом месте. А на это нужно совсем немного топлива, около 1000 дельта Ви. А можно иметь и больше, ведь не везде на амине есть карбонит. Кстати, интересно еще, как они решат проблему, которая неминуемо возникнет, если топливо все-таки кончится там, где его негде взять. Как его добыть? Аппарат приносит пользу уже на орбите Кербина, проводя некоторые эксперименты. Он, кстати, полезен не только на поверхности. Орбитальное исследование он тоже может производить. И на него есть большие надежды. Планируется, что он выгребет все белые пятна на мине, но, конечно, со временем. Он во многом сделан с учетом предыдущего опыта. Например, вокруг корабля, рядом со всеми экспериментами, расположены поручни, чтобы было удобнее работать. Но вот автопилот на него установить забыли, к сожалению. Не бывает, пожалуй, такого корабля, который бы с первого раза был абсолютно совершенным. Всегда нужен какой-то опыт эксплуатации. Или набор тестов для симуляции, чтобы все было отлично к первому реальному запуску. Как такое тестирование обеспечить, понятно. Нужно более тщательно его производить. И иметь какой-то список задач, которые корабль обязательно должен быть способен выполнить. Дальше следует малоинтересный полет к мине, который, конечно, на видео не попадает, так как это не просто полет, но и многочисленные выходы входа из корабля, сбор данных и складывание их в лабораторию. То же самое происходит и при приближении к мине. После чего корабль переходит на полярную орбиту, так как где-то там, на полярной шапке Мюны, был обнаружен источник странного сигнала. Но о том, что это и чем кончилась эта миссия, мы узнаем в следующих эпизодах. Как обычно, ставьте лайки и подписывайтесь, если вам нравится. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok